Это были кадры того, как бесценную икону троица Андрея Рублева несут прямо по улице. Также сегодня в выпуске рекорд по времени содержания в спецприемнике нашествия саранчи. Всем привет! Воскресенье 23 июня. Меня зовут Кирилл Седов. Поставьте лайк и подпишитесь. В ближайшие секунды я расскажу все самое важное. Три крылатых ракеты российские военные запустили ночью по Украине. Две из них были сбиты над Киевской областью. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ. В результате падения обломков по крайней мере два человека пострадали. Кроме того, повреждены шесть многоэтажек и более 20 частных домов, а также предприятия, аптеки, административное здание и три автомобиля. На Харьков накануне вечером была сброшена авиабомба. Она попала в жилой дом, и его внешняя стена частично разрушена. По вреждению получили квартиры по меньшей мере на трех этажах. Как сообщают в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, два человека погибли, 53 пострадали, среди них трое детей. К этому моменту спасательные работы на месте падения бомбы завершены. А над территорией России ночью были сбиты более 30 дронов. Об этом отчиталось Минобороны. Беспилотники были сбиты в приграничных Брянской и Смоленской областях, а также в Липецкой и Тульской. Продолжаем тему войны. Южная Корея готова передать Украине оружие в неограниченном количестве в случае, если Россия будет поставлять оружие Северной Корее. Об этом заявил советник по нацбезопасности Чан Ходжин в эфире корейского телеканала KBS. Он подчеркнул, что сейчас все зависит от того, что будет делать Россия. Несколько дней назад в Сеуле уже звучали заявления о возможных поставках вооружения Киеву. Они были сделаны на фоне визита Владимира Путина в КНДР и подписания договора о стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей. Информация о том, что Москва получает северокорейское оружие, уже не новость. Всего с августа прошлого года Северная Корея могла передать Путину более полутора миллионов артиллерийских снарядов, сообщает сегодня Вашингтонпост. Мощные ливни на Урале. В Екатеринбурге несколько улиц потоплено, остановлено движение трамваев, сильным ветром снесено несколько деревьев. Впрочем, как пишет телеграм-канал Шот со ссылкой на региональный МЧС, информации о пострадавших пока не поступало. В Челябинской области тоже мощные ливни. Они прошли в Золотоусте, Озерске и самом Челябинске. На Уфу обрушился ураган, затопило даже взлетную полосу аэропорта, несколько авиарейсов задержаны. По данным все того же канала Шот, залило также жилые дома, торговые центры и даже подземные парковки. Около 10 автомобилей повреждены из-за упавших на них деревьев. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. И от грома и молнии к другим библейским бедствиям. С нашествием саранчи борются в Оренбургской области. Как пишут местные СМИ, власти региона обрабатывают территорию специальными средствами, но ситуация остается сложной. А в Ахтынском районе Дагестана размыло опоры автодорожного моста. Произошло это после дождей и поднятия уровня воды в реке Ахтычай. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике. Транспортное сообщение приостановлено. На востоке Москвы электробус врезался в столб и перевернулся. Столб тоже не выдержал и упал. Это случилось в Косиноухтомском районе столицы. В Дептрансе сообщили, что обошлось без пострадавших. Электробус ехал в автопарк и пассажиров в салоне не было. Водитель также оделался легким испугом. В Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров. Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах. По информации издания, сотрудники ФСБ задержали бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот» Илью Горбунова и главного редактора издания «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. По информации издания, Метелев и Горбунов обвиняются в том, что вымогали деньги у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург», а ныне спецпредставителя губернатора Санкт-Петербурга Александра Малькевича. В России поставили рекорд по времени содержания человека в спецприемнике. Речь идет о жителе Анапы по имени Дмитрий Полунин. На карточку его дела обратила внимание медиазона. Впервые его арестовали 22 сентября 2023 года. Согласно рапорту полиции, Полунин отказался представить документы, удостоверяющие его личность, и пытался скрыться. После этого мужчине назначили 15 суток ареста по статье о неисполнении требований полицейских. Сразу после выхода из спецприемника его снова задержали и назначили еще 15 суток. Затем аресты неоднократно продлевали. В постановлении суда говорится, что Полунин не считает себя виновным и, цитата, раскаивается в том, что высказался против военной операции на Украине. Конец цитаты. Медиазона считает, что это может быть реальной причиной, почему мужчину так долго держали под арестом. Всего Полунин провел в спецприемниках и отделах полиции 140 дней. Сейчас против него завели уголовное дело о сотрудничестве с иностранной организацией. Подробности этого дела пока неизвестны. Икону Троица Андрея Рублева выставили в Троице-Сергиевой лавре без специального киота с климат-контролем. При этом ранее РПЦ обещали, что для Троицы будут созданы необходимые условия. BBC со ссылкой на источник, близкий к Минкульту, сообщает, что киот, который предположительно соответствует всем требованиям, уже привезен из Германии, но сроки, когда его разместят в соборе, неизвестны. Ну а пока к ней подходят и прикладываются все желающие. По данным BBC, достоверных данных о том, в каком состоянии находится сейчас икона, нет. Неизвестно даже, как она хранилась после передачи РПЦ. К ней не пускают сотрудников Третьяковской галереи, где Троица находилась раньше. Я напомню, что эксперты и реставрационный совет Третьяковки выступали против передачи иконы РПЦ. Ее состояние требует специальных условий, и их невозможно обеспечить в храме. Что не мешает сотрудникам РПЦ вот так вот запросто носить ее прямо по улице. И новости спорта. Борец из Литвы выиграл бой на играх «Брикс» в Казани, даже не появившись на соревнованиях. Но сначала предыстория. Игры «Брикс» проводятся сейчас в Казани как альтернатива Олимпиаде в Париже. Однако многие заявленные участники на турнир не приехали. В некоторых дисциплинах соревнуется лишь один спортсмен. Но хуже всего дело обстоит в борьбе на поясах. В этом виде спорта состоялся поединок, на который не пришел ни один из спортсменов. Вот на этих кадрах вы можете посмотреть, как проходило это захватывающее состязание. Победу в итоге присудили литовцу Андресу Мажейке. В напряженной борьбе он победил спортсмена из Румынии, который также не появился на соревнованиях. Это были все темы на сегодня. Меня зовут Кирилл Седов. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы не пропускать все самое важное. Посмотрите другие видео на нашем канале. Они сейчас возникают вокруг меня. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok